друзья всем привет из просковеевки теплые денечки продолжаются несмотря на середину ноября и мы продолжаем свое путешествие по черноморскому побережью россии и продолжаем делать свои обзорчики на этот раз как и сказал ранее мы заехали в хутор просковеевка ну и покажем как выглядит этот курорт в это время года оставайтесь с нами как всегда припарковал машину постарался это сделать максимально близко к пляжу хотя сейчас вижу что можно было подъехать и поближе когда приезжал сюда летом просто здесь проезд был закрыт ну ничего прогуляюсь судя по машинам конечно место пользуются популярностью несмотря на столь позднюю осень люди еще есть температура воздуха сейчас 19 градусов так скажем холодно как по сравнению с прошлым нашим обзорчиком но ничего я думаю это не помешает нам чтобы искупаться и в это время года вот это арсенал кто-то тут целую батарею бутылок из-под алкоядов оставил не берегут себя ну да моря в общем идти здесь не так уж и долго метров 200 осталось и в сумме нара метров 300 от машины где припарковался поэтому ничего страшного что там оставил машину хотя видим что здесь парковочные места тоже есть помню здесь было летнее кафе на то что она открыта в это время года я даже не рассчитывал ну пойдем немного по ностальгируем посмотрим как она выглядит сейчас несмотря на то что кафе закрыта места для фотографий здесь конечно шикарные этот осенний пейзаж только придает красоты для фотографий смотря на эту сцену представляю насколько здесь бурные шумные вечеринки проходили ну вот мы вышли на сам пляж смотрю люди рыбу ловят так отдыхают просто прогуливаются но конечно по сравнению с летом пляж здесь просто как пустыня выглядит он люди отдыхают прям по-человечачий столик шашлык-машлык что еще надо в этой жизни ну что могу сказать о воде вода чисто прозрачная думаю ничего не должно нам помешать чтобы занырнуть и посмотреть как она выглядит изнутри до водичка студеная наверно самая холодная из всех тех мест где купался осенью думаю градусов 13 наверно уж уж ну в общем как я и сказал водичка довольно прохладно поэтому не будем медлить не будем говорить долгих пламенных речей сразу перейдем к водным процедурам вы готовы я нет а надо успеха они 0 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Дамы и джентльмены, предлагаю выслушать мои традиционные пару слов о этом пляже. Начнем, конечно, с воды. Вода холодная, но, как ни странно, выходить из нее не хотелось. То есть купался минут 5, может 7. И, наверное, потому что уже вечер темнеет, и температура воздуха здесь градусов 18. Поэтому, наверное, в воде было довольно комфортно. Вода чистая, прозрачная. Думаю, все все видели сами. Могу смело оценить ее на 5 с плюсом. Дно. Дно поначалу мелкая галька, но чуть поглубже, наверное, от метра глубины. Начинаются камни покрупнее. Конечно, это не очень понравилось. Поэтому за дно поставлю 4 с минусом. Сам пляж тоже галечный. Ну, за пляж поставлю 4 балла. Точнее, за берег его. Ну, а сам пляж, так же, как и на других курортах в это время года, оценивать не буду. Так как из развлечений здесь нет ничего. Ну, вот такой вот мой отзыв. Закончим с водными процедурами. И скажу вам, что одно из достопримечательностей всего Геленджикского района, является природный памятник скала Парус. Именно туда мы сейчас и двигаемся. И в качестве бонуса покажу вам, что же это за местечко. Не переключаемся. Скажу сразу, что дорога, как вы видите, к этому памятнику природы непростая. Думаю, уже отсюда видно эту скалу Парус. Ну, а так же видно, насколько тяжелый путь мне предстоит. Каменюки невероятного размера, невероятной величины. Кстати, вот здесь раньше была вода, поэтому приходилось вот тут облазить. Видно, был какой-то отлив. Вот так вот. Солнце заходит. Стремительным темпом хочу успеть показать вам не только скалу Парус, но и немного релакса, закат на фоне этой скалы. Конечно, виды здесь открываются невероятной красоты. Как я и рассказывал в первый раз, когда сюда приезжал, удивительно, как эта скала устояла, с учетом, что на Черноморском побережье Краснодарского края невероятные силы ветра дуют. Но, как мы видим, не только стоит, но и пользуется популярностью у приезжих и отдыхающих. Высота, наверное, думаю, ну метров, наверное, 25-20, это точно. А толщина всего-навсего меньше метра, наверное. Вот так вот. Конечно, могу предположить, что вот эта часть была одним целым вот с этой частью. Скорее всего, так и было. Ну, а как вам вид в целом, а? Просто красота. Это отверстие в этой скале пользуется прям популярностью для фотографий. Жаль меня некому сфотографировать. Ну, ничего, у меня есть селфи-палка. Сфотографирую себя сам. Чиз! Ну, и как я обещал, немного релакса. Посмотрим на закат солнца на фоне скалы Парус. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 Если понравилось это видео, не скупитесь на лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, колокольчик, колокольчик. Ну и до новых встреч, до новых встреч, всех обнял и приподнял, пока-пока. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...